В целом ситуация. Мы знали, что ночью сегодня выпадет снег, знали, что достаточно затяжной по времени. Мы ожидали с 11 вечера, он начался на час позже и до полудня. Где-то так он и шел. Что касается готовности города, были заранее составлены маршруты, по которым это работала снегоуборочная техника и это работал личный состав. Все выполнялось вовремя, все выполнялось, так сказать, как и рассчитывали. Сначала засыпали химией, потом это колоннами машины расчищали дороги. Также сотрудники ЖКС, это КП «Городские дороги» и «Горзелитрест» начали ночью и рано утром расчищать выходы из парадных спальных районах и подходы к остановкам общественного транспорта. После этого уже с 6-7 утром начали работать на фасадах города. Поэтому можно сказать, как это репетировали, так все и получилось. В результате этого все маршруты общественного транспорта сегодня работали без единой остановки. То же самое, все дороги были открыты в городе, как таковых заторов утром сегодня не было. Сейчас занимаемся вывозом снега, ну и уже температура не минусовая, он и сам немного подтаивает. Город засыпается сейчас, это опять-таки химия, потому что вечером ждем похолодания и возможен гололед. И уже ночью снова будем формировать эту технику в колонны и вычищать остатки осадков, которые останутся на дорогах. Какую кількость техники замечали, какую кількость соляно-печано-сомиши выписали, приблизительно хотя бы кількость осадков? Как опять-таки понимали, что работы у нас намечены минимум на сутки с учетом похолодания. Конечно, была ротация как техники, так и людей. Поэтому, скажем так, в моменты пиковой нагрузки, то есть сегодня утром и ночью, работала 141 единица техники. И это порядка 1600 сотрудников. Чая у вас информация с привода загиблого человека на Черемушках? Предварительно он поскользнулся, упал и сбил голову? Нет. Под той информацией, которую нам дала полиция, там сердечный приступ. Вот. Поэтому и по видео, которое мы видели в социальных сетях, могу сказать, ну вы наверняка тоже видели, что пешеходная часть была там расчищена и посыпана. На данный момент, да. То есть информация о том, что где-либо есть затруднения на пешеходных частях, либо на автомобильных дорогах у нас нет. Сейчас активно также работаем по тем остановкам общественного транспорта, которые находятся не в жилых зонах, такие как возле парка Савицкого и так далее. То есть работа ведется активно, потому что, естественно, в одночасье у нас нет такого большого зонтика, чтобы накрыть это полностью город. Но, тем не менее, опять-таки хочу сказать, что то, что мы себе наметили и те задачи, которые перед собой поставили, были полностью выполнены. Такое вопрос. Чи реформительность за пункты обогрева? Та яка на разе готовность до снегохода, который прогнозируют на суботу, неделю? Ну, в первую очередь идет сильное похолодание. Ну, достаточно серьезное похолодание. Уже с пятницы минусовая температура будет как днем, так и ночью. Вот, поэтому сейчас готовится пункт обогрева на Куликовом поле. Ну, и остальные локации, это тоже находится в этой работе. Думаю, за сегодня, за завтра они уже будут установлены.